Так, друзья, покидаем наш отельчик с таким вот балконом. Несмотря на то, что здесь не было интернета, мне здесь очень понравилось в этом отеле тем, что здесь как-то уютно, как-то так хорошо, ну и, естественно, больше всего мне понравился этот балкон, потому что он как бы находится на крыше из-за того, что это уже последний этаж. Здесь вся жизнь протекает, то есть ночью здесь жизнь, днем здесь жизнь. В общем, было интересно здесь пожить. Вот, интернета, к сожалению, не было, но интернета... Это я уже... В данный момент уже про это речь не идет. Так, на всякий случай сейчас взгляну. Ничего ли не забыто, все ли взято, вроде бы ничего не лежит. Так, ключи взяла? Да, здесь обычное явление, лифт ломается. Вообще здесь в этом отеле ломается все. Просто вот этот второй корпус, в котором мы сейчас находимся, видите, здесь камера сверху стоит. Вот благодаря этой камере, как я, насколько я понимаю, здесь еще не все поломали. Не все потеряно. Не все потеряно, да, потому что они контролируют процесс. Также камера стоит вот здесь, вот наверху. То есть в лифте тоже стоит. И они видят, когда лифт ломает, когда это все ломает. Здесь огромное количество студентов, особенно сицилийских, итальянцев. Они здесь крушат все. Также вместе с этими, с аргличанами. Ночью кричат, орут, беспредельничают. В общем, такая чисто, как у нас в старые добрые времена, в общаге жизнь была. Вот то же самое здесь творится. Хотя отель трехзвездочный, что там, правильно? Хотя отель сам трехзвездочный. Вот, то есть отель сам по себе хороший, но из-за такого контингента он уничтожается. И, естественно, здесь ужаснейшая система. Вот это вот чекина, чекаут. Это просто ужаснейшая система. Они вообще там не настроены, это все настроено неправильно. И то ли у них компьютеров нет, то ли не знаю, как они работают, но иногда по несколько часов бывает заезд. Такие вот вещи происходят здесь. Также вообще удивительно то, что у них настолько это все неправильно настроено. Допустим, ты выезжаешь, вот сегодня они уже два раза проходили. Один раз проходил этот работник-уборщица. Ну, уборщица это обычное явление, они всегда утром хотят убирать, приходят. А потом проходили два раза эти работники сами, эти менеджеры или кто-нибудь, которые там смотрят. То есть проходят, спрашивают. И это все, главное, в тетрадки записывают. То есть это сразу говорит о том, что абсолютно непрофессионально там все работает. Системы нету такой. Они сами не знают, когда точно кто выезжает, когда приезжает. Каждый день стучат. В день по три раза могут тебе стучать. Вы сейчас выезжаете или не выезжаете. Такие вот своеобразные интересные вещи происходят. Вот такой отель. Здесь есть бассейн. Такой нормальный средний бассейн для общаковой, скажем так. Сейчас нет, он с другой стороны. Здесь не видно. Вот и жилье, житье, бытие здесь стоит 20 евро в сутки. То есть иногда бывает даже дешевле. Можно бывает 17, 18. Но в основном 20 и 22, 25. Они еще делают ЧК вручную записывают, кто выезжает. Моё имя, фамилия. Вручную. Вручную записывают номер и поискодачат. Да, да, да. Но у них все вручную. Из-за того, что у них все вручную, у них система какая-то, когда компьютера еще не было. Из-за этого в этом плане здесь все ужасно. Тут половина персонала вообще можно просто уволить, если перейти на... Можно уволить директора. В первую очередь директора не просто уволить, а расстрелять. За въезд особенно. Вот. Но сами номера нормальные. Просто этот отель когда-то, когда-то, лет 20 может назад, лет 30 назад он был вообще шикарнейший, наверное. Может 50, да, но был шикарнейший. Вот здесь у нас работает супер крутой интернетчик, который самый дорогой интернетчик в мире. И за то, что вытащить одну бумажку, он берет 2 евро. Копию. То есть ты хочешь интернета на принтере вытащить, вот, у него это стоит 2 евро одна бумажка. Две бумажки, соответственно, 4 евро. Вот. Это сколько я езжу. Самое дорогое вытаскивание вот такой бумаги, это было, стоило 1 евро. У него же в 2 раза дороже. Это и то, я говорю, самое дорогое. Обычно это вообще стоит там 10 центов, 20 центов. То есть это вообще ничего не стоит, можно так сказать. Потому что такие дела здесь происходят. Вот второй. Вот мы сейчас вышли с первого, а вот он, второй корпус этого же отеля. Вот в этом корпусе вообще все убито, все просто. Разорвано все. А тот называется Blue Sea же, тот называется, правильно? Не знаю точно. Вроде Blue Sea он называется. Возможно. Может, ошибаетесь, но вроде Blue Sea. Так, ну пойдем. Очень жарко. Очень жарко, да. Жара. С каждым днем все становится жарче и становится все красивее на этой Мальте. По крайней мере для меня. Или я просто привыкаю уже, не знаю. Потому что впервые, когда сюда прибыл, ужасно себя не мог здесь вообще понять. Как-то все грязно, казалось все грязным каким-то, ужасным. После этого острова. Гран-Лас-Пальмас. Ла-Пальма, точнее. Ла-Пальма после острова. Гран-Лас-Пальма на Канахских островах. Ну да, но это уже, да, я же говорю, это уже мелочь, да. Вот. Такие мелочевки уже. По сравнению, что здесь было. Ну нормально, молодец, вообще профессор. Вообще, красавчик. Супер водитель-то. Так. Так, нам в эту же сторону получается, правильно? Вот такие вот дела, друзья. Что, жизнь продолжается. Пока буду заканчивать. Доходимся на Мальте. Попозже на связь. Сейчас ездим на остров, который называется Гозу. И даст Всевышний. Распокажу, как туда доехать. И дальше уже продолжим наше путешествие в солнечную Калифорнию. Субтитры сделал DimaTorzok